Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Является ли вопрос, а что бы ты сделал или сделала, если бы узнал, узнала, что я тебе изменил, изменила, по знаком того, что если человек тебе еще не изменил, но уже по сторонам смотрит и отношения ваши не ценит. Вопрос довольно частый в моей практике, да и не только в моей практике. И важно понимать, что здесь завязано сразу несколько сложностей, сразу несколько нюансов, не связанных вообще никак с изменой. Как это не парадоксал, вот вообще никак не связано с изменой от слова совсем. Начнем, пожалуйста, с того, что здесь речь идет про тревожность. Если такой вопрос для того, кому этот вопрос задается, является знаком, что отношения не ценят. Потому что это может быть просто любопытство, всегда. Следующее, это заниженная самооценка, к сожалению. Потому что человеку кажется, что не ценится отношения, не ценится он. В-третьих, это страх измены, страх остаться одному или одной. И в-четвертых, это определенный кризис в отношениях. Ну или не кризис, а вот, возможно, какая-то неудовлетворенность, возможно, какая-то недоговоренность, возможно, какие-то, ну, недосказанности и так далее. То есть где-то люди потеряли между собой, условно говоря, контакты. И вот по данной причине, ну вот из-за этого, вот, из-за того, что контакты потерят, как бы, начинают возникать такие вопросы. Еще один важный момент. Это иллюзия. То есть человек действительно может, как бы, рассматривать возможность измены. Но это никогда не бывает чем-то совсем уж неожиданным. То есть я, например, в своей практике не встречал случаев, когда все было хорошо, все было идеально, все были довольны, и потом внезапно, резко происходит измена, и все. Люди не дураки, если их все устраивает, они не будут это терять, они не будут это портить. Соответственно, человек, который может пойти на измену, это зачастую травма для того, кто изменил, а не только для того, кому изменил, хотя безусловно, а драматичность этого присутствует. Это правда. Потому что человек должен потерять, человек должен поставить под угрозу по сути и свой привычный быть. Это нужно учить. Вот. Поэтому это не является, как вы говорите, знаком. В том смысле, 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 это не является знаком, что этот вопрос не является прямой проекцией. на этот вопрос является сигналом о необходимости быть более внимательным партнеру и постараться рассмотреть его, например, потребности, рассмотреть его, например, желания, его чувства, его переживания. Посмотреть, а нет ли где-то элементов, где вы могли бы, например, человека как-то, допустим, ограничивать где-то. Нет ли такого, что вы могли бы где-то человека давить. Вот. Нет ли такого, что вы могли бы где-то быть невнимательными к своему партнеру и так далее. Это очень важный момент, на который люди, к сожалению, находящиеся в отношениях и имеющие некоторый опыт совместного быта, могут не обращать внимания, предполагая, что, ну, человек все устраивает. Это не всегда так. Не стоит забывать и о том, наконец, последнее. Не стоит забывать о том, что люди могут меняться. В течение времени, в течение жизни люди меняются. И меняются их ценности, меняются их потребности, меняются их желания. И, в какой-то момент, человек действительно может прийти к измене. Может прийти к расширению, как бы, взаимодействия с интимной зоной, изменения этого и так далее. Но может быть, может быть и то, что человек, спрашивая вас о таком, хочет просто почувствовать, что он вам нужен. Да, это далеко не самый лучший способ об этом узнать. Но некоторые по-другому не умеют, к сожалению. И лучший способ узнать, что на самом деле хотел ваш партнер, если это ваш партнер, данным вопросом сказать, это быть с ним в близости. Быть не в доверительных отношениях, не какое-то однократное пребывание, а именно на постоянной основе. Только тогда вы сможете узнать, только тогда вы сможете понять, что человек имел в виду. То до этого момента вы будете теряться в догадках. Кроме того, кроме того, есть важный, на мой взгляд, элемент, на который мне бы хотелось также обратить ваше внимание. Вы вполне можете доверять себе самым. То есть, если для вас это знак, если для вас такие вопросы неприемлемы, если вас это вызвал протест неприятием, то это также можно и нужно выражать, высказывать человеку. Чтобы быть с ним, что называется, на одной волне. Добирайте в первую очередь себя. Вы же пытаетесь опереться на что-то извне, а это может свидетельствовать о том, что вы в себе не слишком уверены. Если вы в себе не слишком уверены, то с уверенностью в себе нужно поработать. Обратите внимание, что у вас в вопросе есть информация про потенциальную измену. То есть, как бы, ну вот, именно потенциальную, да, то есть просто вопрос. А в целях вы пишете измену. То есть, мне кажется, что косвенно это может намекать на то, что вы уже измену допустили с стороны своего партнера. И уже теперь, ну, по сути, реагируете на нее. То есть, по факту, по факту сейчас получается, получается так, что вас нельзя спросить, что бы ты сделал, если бы я тебе изменил. Хотя для отношений, да, для отношений, для, ну, скажем так, для искренности отношений. Это необходимо. Об этом нужно говорить. Не должно быть закрытых и запретных тем в отношениях. Вот. Понимаете, да? Поэтому я надеюсь, что вы подумайте об этом. И обратитесь к психотерапевту за помощью, ну вот, которая вам нужна, которая вам нужна. Возможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь с Помой Матвей. Помой Матвей, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Все. Благали.